И вот мы переместились в зал Греб, где представлены картины художницы Фарангис Корниенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение? Отличное! Каким был ваш путь к современному искусству? Мой путь был сложным, потому что я росла в Узбекистане, а там всегда авторитетное мнение более старшего поколения, и ты всегда находишься в каком-то таком смятении, всё ли ты делаешь правильно. И долгое время я очень сильно расстраивалась, когда, допустим, критиковали мои картины, какие-то сверхсуперхудожники, заслуженные. Но сейчас мне это абсолютно не важно, чужое мнение, потому что я поняла, что я всё делаю для себя, то есть мне нравится, самый главный критик — это я, я тот ещё тоже критик. Вот, поэтому сейчас, можно сказать, сейчас полегче, но нелегко. Сколько лет вы пишете картины? Так, ну, пишу, ну, вообще рисую как бы с детства, с 13 лет это было более так, более серьёзно, что ли. Я в 16-17 лет уже начала маслом рисовать, и, ну, вот, довольно долго. А в данный момент времени живопись для вас — это профессия или хобби? Сейчас это превратилось в профессию. Долгое время я была в таком смятении, можно сказать, потому что у меня образование юридическое и также художественное. И я просто шла, думаю, что шла по ложному пути, и сейчас я приняла в себе художника, потому что, ну, не могу без этого. Даже когда работала юристом, я рисовала и участвовала в конкурсах по искусству. Совсем недавно мы находились в зале, где представлены картины художницы Элайи, и очень интересно узнать ваше мнение о них. Мне очень нравятся её работы, они такие чувственные, такие, не знаю, как-то душевные. Видно, что это не просто, ну, нарисовано, а именно душу вложил человек. Есть любимая композиция? Да, есть несколько. Я запомнила только СССР или Россия называется. Вот, и ещё, по-моему, «Летучий голландист» называется, тоже очень нравится картина. Но мне ещё цветы нравятся, у неё много. Всё нравится. Ну, практически всё, наверное, да? Да, да, мне нравятся её работы. Ну что ж, мы желаем вам успехов, и, конечно же, продолжать дружить с такой прекрасной художницей Элайей. Спасибо.